Здравствуйте, уважаемые студенты! Лекция будет посвящена к врожденным порокам развития центральной нервной системы. Она довольно часто распространена. Эта патология в основном бывает врожденного характера, но нередко из них отдельно могут развиться и после рождения. То есть часто могут встречаться и в взрослых. Одна из них является гидросефалия. Гидросефалия – это избыточное накопление ликвара в полости черепа, улучшение желудочковой системы головного мозга и уменьшение объема мозгового вещества в результате расстройства ликварообращения. Расширение ликвосодержащих полостей при атрофии мозга, не вызывающее нарушение циркуляции сервиспинальной жидкости, не может быть определено как гидросефалия и не требует медикаментозного или хирургического лечения. Следует различить гидросефалию как заболевание, имеющее свою клиническую картину, кечение, прогноз и гидросефалия как синдром при различных заболеваниях и травмах головного мозга. Патогенез гидросефалии ликварообразуется путем деятельности крови. Через эпителиальную мембрану сосудового сплетения полости юлочков мозга процесс зависит от активности транспорта ионов и происходит при помощи фермента калий-натрий-одинозин-трифоспатаза. Циркуляция ликвара происходит под действием дыхательных движений, пульсовых толчков и изменения положения головы и тела. В ликвар поступает третий желушек, сильвиводопровод, четвертый желушек, спрогдание пространства головного мозга и спинного мозга, а затем реабсорбируется в веножные русла. Резортство ликвара происходит через пахеновые грануляции ячеек и каналы мягкой мозговой оболочки. Представлено в презентации, прошу обратить внимание. В случаях нарушения циркуляции и реабсорбции ликвара развивается гидросефалия. При гидросефалии процесс нормального энергетического обмена мозга переключается на анаэробный путь, при котором наступает оттек мозга, накопление продуктов перекисленного оксиления липидов, разрушение мембран и митохондры клеток. Для поздних этапов развития гидросефалии характерно присоединение облитерации мозг-брагдальных щелей, возникает деформация и транзиторная окклюзия всего водопровода с синусом твердой мозговой оболочки сегмаритного и верхнего сагитального синуса. Этиология гидросефалии. Первое. Гидросефалия в результате порога развития нервной системы проявляется в форме гидроэнцефалии, гидроэнцефалии, могут быть другие уроки развития черно-мозговая, спинно-мозговая грыжа, волчья, паст и другие. Далее. Гидросефалия инфекционного происхождения. Развиваются результаты инфекционного поражения плода во время беременности матери. Возможны и заражения плодов в период родовой деятельности, в период беременности, результаты контакта с вирусом генетального герпеса и хламидиема. Водянка может явиться также следствием любой детской инфекции, чаще всего менингита, воспаления легких, туперкулеза, зентерии, гриппа, ликопатурных ангин и так далее. Гидросефалия травматического генеза является результатом черно-мозговой травмы с непосредственным повреждением мозговой ткани. К этой группе относятся гидросефалии, возникающие после патологических родов, асфиксии и гипоксии новорожденного родовой черно-мозговой и спинальной травмы. Гидросефалия застойного происхождения развивается в результате патологии венозной системе и затруднения оттока крови из полости черепа. В эту же группу включается опухоль легалного и спинного мозга, который затрудняет отток ликвора по нормальным анатомическим опиамам. Пятое — гидросефалия реактивного происхождения. Развивается хронический результат сопутствующих заболеваний от реальной гипертонии, отелосклероза, сосудов мозга, почвенной недостаточности. Классификация гидросефалия. По характеру анатомических нарушений в функции гиперной системы разрешается открытая, сообщающаяся, коммуникационная и закрытая гидросефалия, аплезионная, абстрактивная гидросефалия. Открытую форму владельца мозга подразумевает на две подвида — гиперсекраторную и аризортивную. Наиболее частым причином открытия гидросефалия являются перенесённые инфекции, всплывание кровоизоляции и инфлякции. По величине гидросефалии выделяют гидросефалии высоким гиперным давлением гипертензионным и нормальным гиперным давлением норматензионным. По временному развитию гидросефалии разрешают врождённые, перенатальные и приобретённые гидросефалии, то есть постнатальные, сочетанные и наследственные. По отношению заболеваемости бывают гидросефалии острые, которые характеризуются быстрым нарастанием признаков дочеркного давления, увеличением гипера окружающихся черепа и хронической гидросефалией. По стадиям заболевания бывает прогрессирующая и стабилизовавшаяся гидросефалия. При длительном существующем заболевании происходит трансформация наружной гидросефалии во внутреннюю, а также переход от открытия формы к окружённой форме гидросефалии. Катологически, например, при гидросефалии выражаются все элементы мозговой ткани. Мозговые оболочки, кости, мягкие покрови черепа, кости черепа истончаются. У маленьких деталей отмечается прослаждение черепных швов и незавращение ротничков. Резко расширяются полости желудочкового мозга, особенно боковых, натрия этого желудочка принимает баллоннообразную форму, оказывает долине нахиазмы, зрительных нервов и гипофиз. Из зеленого мозга воплощается, борозность сглаживается, отмечается атрофия полушария, молотство тела, потоку узлов, порчей страдает белое вещество мозга, атрофируется сосудское сплетение, эпидемия, в оболочке мозга наблюдается отек и организм хронического расправления с разрастанием соединительной ткани. Низкое проявление зависит от времени начала заболевания и степени нарушения равновесия между продукцией и абсорбцией дектора. Воднянка головного мозга может сопутствовать различным заболеваниям центральной нервной системы в любом возрасте. Наиболее тяжелая форма наблюдается ранним детским мозгом, от рождения до одного года. Характерен внешний вид ребенка – маленькие треугольные формы лица, огромных размеров черепа, нависающий вперед лоб, относительно малое туловище, кожа голова тонкая, через нее просвечивается вены. Различески больших размеров, а потом определяется рассаждение черепных швов, при перкуссии симптомы пересечивающего горчка, отлежность головы доходит до семидесяти сантиметров. При развитии дрессифолии в позднем детском возрасте увеличившиеся размеры головы, увеличение размера головы не происходит. Низкие картины на первый план уступают с симптомами интраклональной гипертензии, головная боль, тошнота, рвота, головокружение, застойное явление, поражается длительная система, в виде порезов, изменения силы и тонуса мышц, также наблюдаются координаторные нарушения. На глазном у меня отмечаются застойные диски, которые в дальнейшем могут перейти к атрофии зрительных нервов. Страдают в основном глаза длительные, слуховые и лицевые нервы. Вегетатные и гормональные расстройки отмечаются практически во всех случаях. нарушаются практически и водные, и угловодные, и жировые обмена. Избыточно развивается потужный жировой слой. Могут наблюдаться и приправки. Слизистые нарушения вегетатных спорей воруют от частичной неправноценности до полного истощения нервной системы, то есть до олигофрении. Иногда отмечается хороший автоматический памятник, но это в редких случаях. Прямой зависимости между выраженностью гидрософалии и степенью нарушения интеллекта не отмечено. Видите, проявляется значит акклезионный синдром гидрософалии с сильным запрокидыванием головы назад общего тонусом тоже тяжелое состояние. При таких случаях нарушается через дыхательную деятельность, через сосудную деятельность и так далее. В большинстве этих тестов пораженные водянки мозга погибают в первые месяцы или годы. Более благоприятно протекает реабилитационная форма гидрософалии. Всем больным проводятся неврологические, офталмологические, отоневрологические, психиатрические и соматические обследования в обязательном порядке. Также проводится хронография. При помощи хронографии можно выявить расхождение швов, уплощение черепных ямок, изменение формы черепа, пассивные выдавления. Пневма и вентрикулографии сейчас практически утратили свое значение, но доставляют интерес в историческом аспекте. исследование ликвара значит давление при прогрессивающей гидрософалии свищи 200 миллиметров водяного столба, а при стабилизирующей ниже 120. Сменяется состав ликвара, снижается количество белка. Если в ликваре отмечается повышение белка, клеточных элементов, это говорит о хроническом самостоятельном процессе мозга и оболошек. В явлении проводятся пробы квакенштейта в уровне окклюзии. В сетверхе проводятся пробы аренда. Пробы аренда поднимают головной и ножной конец стола, измеряют вентрикулярные лимбальные ликварные по закону сообщающихся сосудам по проходимости ликварных путей. При красной пробе при открытии формы гидросфалии она появляется через 5-6 минут, при закрытии через полчаса и боли. Компьютерная томография позволяет определить форму, характер гидросфалии, а также динамику патологического процесса. Некоторые службы позволяют определить тактику предстоящей операции. лечение консервативной терапии, в основном дегидратационной терапии, диакарба, абсурдационные мероприятия расстаются, действующие лечения проводятся. Показано при частичной лепонной окклюзии лепонных путей, при прогрессировании гидросфалии, значит, хирургические лечения. Наиболее распространенным считаются операции, ликвароощущие операции, при которых создаются новые пути оттока и всасывания дренажа дренажа ликварных пространств. Вентокуля цистерна стамия, значит, боговая желудочка, мозга дренируется в заднюю систерну, и спинальная сборная пространство, видите, вот, значит, соединяется задний рог, большой цистерны. Вентокуля атриостамия, или югостамия, дренированная желудочка, яровняю вену, или приседы, при операциях применяются, значит, шунты с клапанами, которые реализуются при помощи клапанов определенное давление. Значит, вот, значит, сама по себе дренажная система состоит из трех частей, максимальной части, дренажа, клапана, и дистальной части. дренажной поясочным отделом пространства и брюшной полости. Детей после операции нуждается постоянное наблюдение, прогноз заболевания зависит от, значит, стадии установления дренажной системы, то есть, от того состояния, в каком состоянии находиться ребенок, и, конечно, от того, насколько, как удачно будет функционировать дренажная система. Далее, микроцефалия. Это уменьшение пороков, уменьшение размеров черепа и мозга, естественно, их недоразвитие. То есть, в данном случае, само по себе слово микро означает, что маленький, малый, то есть, мозг не развивается, то есть, непропорциональное развитие мозга и черепа происходит. То есть, микроцефалия, недоразвитие, значит, самого головного мозга. Она бывает первичная, является заболеванием аутосолнодоминантным, встречается первичная гидроцефалия редко, в основном встречается вторичная микроцефалия, она бывает, значит, инфекционно-токсическая, психологическое проследие очень наиболее часто. Патоморфологические изменения характеризуются уменьшением размеров мозга, несоразмерностью долей, отсутствием многих извилин, неправильным соотношением белого и серого вещества, клиниками перспорения. Значит, уменьшение обойма черепа менее 33-34 сантиметров в окружности, изменение структуры черепа, является диспропорция между лицевым и мозговым черепом за счет уменьшения мозгового вещества. Отмечается задержка роста, особенно в возрасте до 3-х лет. Ведущим признаком в космосе является задержка психического развития. Могут быть спастические параличи, эпилитические припадки. Я считаю, что на основании клинических изменений данных дополнительных методов исследования, кронографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Лечение только симптоматическое, не путайте с краниостозом, но еще предстоит нам сейчас в дальнейшем устойчивости посвященной части краниостоноза. Это совсем противоположное. Здесь в данном случае я еще раз повторяю и даю акцент специально, что недоразвитие самого головного мозга. Хирургские лечения данных заболеваний не проводятся. Вот краниостоноз. Это слово само по себе, наверное, для вас, вам известно, это, естественно, череп, стоноз, преждевременное заражение одного или нескольких швов черепа. Сопровождается информацией черепа и повышением внутричерепного давления. Частота на тысяч новорожденных наблюдается одним случаем с краниостонозом. Чаще встречается у детей почти в два раза. Этиология истинных причин заболевания пока нам неизвестно. Отмечаются разнообразные патологические факторы, которые способны возникновению микроностоноза. Это нарушение коста образования обменных процессов инфекции матери плода, рахит, родовая травма, гиперкосемия, токсоплазмоз и прочее. В действии преждевременного заражения одного или нескольких швов ограничивается рост черепа в направлении перпендикулярным закрывающимся швов. Компенсаторный рост черепа происходит в области интактных швов, из-за чего неизбежно возникает его деформация. Недостающий объем черепа становится компенсаторным механизмом, перерасплением декора в желудушках, с значением косты черепа. Однако любое заболевание, инфект, травма, может привести к срыву компенсации и прогрессированию этого заболевания. Наблюдается по временному развитию ультрутропных постнотравных кроносерозов, при ультрутропном кроносерозе заражения швов возникают более выраженные деформации черепа, раннее появление признаков ультручерепной гипотензии в любых случаях неблагоприятны, призрачены, что после рождения отмечается определенная закономерность. Чем позднее зарастает швей, тем менее информируется череп и более легко протекает заболевание. По степени различаются компенсаторные, декомпенсаторные формы, а по динамике заболеваний прогрессирующие и стабилизировавшиеся кровостроительные норки. По локализации бывают коронарные, коронарно-сагитальные, коронарно-лемболитные, общие коронарные строзиции. В клинике, значит, в основном характерны, значит, характерны вид черепа, значит, акроцифалий, башенный череп, сагитальным, предсагитальным коронарные строзиции. уменьшается попережные размеры головы, еще такой синем демонстрировали, чуть сзади, впереди. в высоко данным коронарные строзиции, значительное увеличение подольных размеров черепа, что упоминает перевернутую вверх дном лодку. скафософалия, лодевидная голова называется. Общий коронарные строзиции, уменьшается, значит, подольный, попережный диаметр черепа, чрезмерно увеличивается его высота. Череп при общем коронарные строзиции приобретает остроконечную форму. Оксисофалия, сахарная голова, остроконечная голова называется. Почти всегда уменьшается экзоталом, за счет уменьшения емкости орбиты. Неврологические проявления проявляются значительно симптомы повышения внутричерпного давления. Ребенок беспокоен, плаксив, отказывается от груди, иногда бывает неукротимая рвота. Более поздно стадии отмечается, значит, плюс вообразные головные боли, тошнота рвота, не связанные с приемом пищи. Особые симптомы являются патологическими рефлексами, порезами узоров, вверх, дистагмом, нарушением функций черепнозовых нервов, наиболее часто первым, вторым, пятым, шестым, седьмым, восьмым, восьмым, за счет углубления передней и средней черепных ямах. Дикварным седеванием можно выявить повышение дикварной долины до 500 мм. состав диквара обычно бывает норм. отмечается отек в дальнейшем застой, который может перейти к атрофии через дисков зрительных ягод. лечение консервативной терапии применяется при компенсированном гранитомозе при запущенных формах заболевания, когда операция неэффективна. Ахирургские лечения показаны при симптомах повышения внутреннего дарения, застойных дарениях и птических припадках. Вот несколько видов двухсторонной глазковой гранитомии. Значит, результаты бывают удивительными, потому что, в отличие от микроцепалии, происходит предвременное заражение черепных швов и ротничков, что не позволяет нормальному росту мозга, а при микроцепалии совсем наоборот. Пожалуйста, я прошу, уважаемые студенты. Черепные мозговые грыжи это врожденные выпячивали содержимое черепа через дефект костя. Мозговые грыжи располагаются по средней линии и формируются вероятность всего начальных этапов эндорогениза. Частота примерно один случай на восемь тысяч новорожденных. причина черепа грыжи является аномалий развития эфидермального и эмзодермального тканей. При этом происходит дистопия мозговой ткани, которая в последующем подвергается санитетельно-тканному их сторону перерождения. грыжи различаются задние и передние и иногда базальные черепно-мозговые грыжи. Вот, пожалуйста, задние грыжи передние черепно-мозговые грыжи. Содержимое бывает менинга цели, то есть грыжа образована мягкой под облашением мозга, содержит ликвар. Нет там мозга. Менинга содержит оболочки измененные вещества мозга. Менинга энцефолоцитетели, кроме, значит, оболочек, кроме мозговых вещества, грыжевой состав, включает и, значит, сообщающиеся желудочки головного мозга. Клинические симптомы могут быть ограничены только внешним проявлением, но в ряда случаев бывают психические двигательные расстройства. Дополнительными методами исследования являются кронография, пневмоэнцефолография, правда, сейчас в данное время она не проводится, и компьютерная магнитезонансная томография, которая позволяет не только выявить, установить диагноз, но и позволяет определить тактику проводимого хирургического вмешательства. Операция заключается в удалении грыжевого мешка, спасающей пластикой эффекта кости. спинно-мозговые грыжи. Это врождённые впечатления, содержимые через позвоночного канала, через имеющийся врождённый эффект. частота здесь по сравнению с спинно-мозговой грыжевой несколько великолата. Она встречается практически с спинно-мозговой грыжей на каждые от 200 до 400 детей. Один случай, если помните, черно-мозговые грыжи встречались на 8000, один случай на 8000 новорождённых, здесь несколько, 5-6 раз чаще, чем черно-мозговые грыжи. Причины возникновения спинно-мозговой грыжи, это нарушение эмберогигенеза на 3-6-недельном период беременности. Происходит неполное смыкание кровообъективной трубки, и образуется костный дефект одного или нескольких позвонков, расположенных в посредней линии. Значит, спинно-мифида это закрытый, позвонков. Оно бывает чаще встречается пояснище крисовом отделе, наиболее часто видимо, встречается в грудном, а также шейном отделе. Значит, расщепление позвонков с образованием грыж, содержит арендарную теорию мозговой ручки. Чётко, очень эффектно представлена презентация, пожалуйста, рисунок, обратите внимание, уважаемые студенты. она выглядит, как киста, могут быть признаки утречебной гипотенции, но без грубых неврологических расстройств. Менингом милотели. Значит, кроме ликвара, кроме аранжаной кисти, в данном случае грыжой мешок содержит и корешки спинного мозга. Это поэтому называется менингом милотели. Сам мозг входит в состав, а если менингом ради кисти, значит, это когда сам, не только сам спинной мозг, но и его крышки являются содержимыми кисти. Здесь четко представлен, я не буду остановиться, уважаемые студенты. Кнически отмечаются разные степени, двигательные, чувствительные, трофические нарушения. Мещение, значит, если спина будет закрыта, откуда то решение не требуется, если имеется, значит, менингом милотели, менингом радикулотели. То есть, если грызовая киста содержит оболочки, или кисту, ранданы, или корешков, или же самого спинного мозга, то требуется, конечно, оперативное вмешательство, не заключается в отделении спинного мозга от его корочков, из стенок крышевого мешка, погружение их в позвоночный канал, и пластик, дефекты оболочек мозга. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. за внимание.